Кардио натощак Если разбить процесс жиросжигания поэтапно, то получится следующая картина Мобилизация Процесс активации запасенного жира в жировой клетке И в результате чего создаются условия для доставания этого жира из клетки Контролируется данный процесс гормонами инсулином, гормоном роста, кортизолом и прочими Транспортировка жирных кислот из клетки в поток крови Кстати говоря, этот этап может быть проблемным в местах с ограниченной циркуляцией крови Например, вечно проблемный низ живота, целлюлитные зоны у женщин, бедра, ягодицы И наконец, оксидация, сжигание жира внутри мышц печени и сердца Чем меньше процент жира, тем все проблемнее создать условия для жировой мобилизации У мужчин с 10-15% жира и у женщин с 18-22% жира активация данного процесса становится достаточно проблемной Зато при активации мобилизации другие стадии транспорт и оксидация даются без проблем Но у людей с ожирением 35-40% жира, напротив, другая проблема В крови большое количество жирных кислот, но оксидация весьма затруднена Между 10-35% жира у мужчин и 20-40% у женщин не существует особых проблем для жиросжигания Мобилизация без проблем Организм еще не находится в стадии выживания и еще не начал борьбу за остатки жира Транспортировка и оксидации также без проблем Потому что физиологические дефекты у людей без ожирения отсутствуют Поэтому для сухих людей, пытающихся стать еще суше, кардио натощак будет весьма актуально Чтобы подстегнуть мобилизацию и проблемы с притоком крови в некоторые зоны Но для людей со средним уровнем жира подобные приемы не играют роли Главное условие увеличенный дневной энергорасход Лучшее время для кардио станет для вас то, которое будет для вас удобным и регулярным Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok